Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать вот такую куклу. Называется она Столбушка. А называется она так, потому что в основе этой куколки столбик. Столбик можно сделать из ткани. Вот у меня здесь вставлена внутрь ткани палочка. Вот Ирина Владимировна Агаева очень любит делать столбушки, сворачивая старые журналы и газеты. То есть все, что держит форму столбика, можно пустить в ход для создания этой куколки. Столбик мой, да, для создания куколки нам понадобится квадрат белой ткани, для того, чтобы сделать голову и руки, и грудь куколки. Квадрат цветной ткани, для того, чтобы сделать ей юбку. Прямоугольник небольшой, тоже цветной ткани, чтобы сделать фартук. Треугольник небольшой, чтобы сделать платочек. Лента для повойника Немного синдепона И нитка С чего мы с вами начинаем? Столбик делается достаточно просто Поэтому я уже принесла готовые столбики То есть мы берем небольшой кусочек ткани Сворачиваем по длине палочки И оборачиваем просто этим кусочком ткани Саму вот эту палочку Как можно тоже Завязываем в двух местах Там где у нас расстояние больше Это будет голова Внизу будет соответственно ноги Вниз она будет смотреть Начинаем с того, что берем прямоугольный кусочек ткани Накрываем наш столбик И немножко заламываем уголки Для того, чтобы распределить Складочки на лице Чтобы их практически не было Вот мы Делаем треугольничек С одной стороны и с другой стороны Закладываем складки С одной стороны и с другой стороны Вот таким образом И затем Ниточкой Фиксируем Здесь впереди у нас будет лицо Фиксируем где-то на уровне шеи Завязываем все узелки сзади Обязательно завязываем несколько узелков Куколка Куколка эта игровая Поэтому мы с вами можем Приносить в нее что-то такое свое То есть это кукла Которая не требует Таких вот каких-то Строгих правил И соблюдения традиций Поэтому мы можем с вами сделать Как вот такую квадратную головку Собственно как у моей Вот этой Столбушки Также можем сделать и круглую Добавив синтепоны вверх Но мне хочется сделать по-другому Да, тоже вот такую Немножко прямоугольную Квадратную голову Затем мы с вами Выпрямляем складочки наши На лице Чтобы их было как можно меньше Распрямляем нашу ткань И стараемся Наши уголки Сделать таким образом Чтобы они смотрели Друг напротив друга Да, вот так Это будут наши руки Да, вот у нашей куклы Вот такие вот руки Итак, руки мы делаем Тоже можно делать Несколькими способами Делаем на сегодня Вот таким образом Подворачиваем Берем наш треугольничек Да, вот один Из четырех Нашего квадрата Подворачиваем вниз Треугольник Чтобы получился Таким образом А здесь получается Прямая линия И затем Начинаем с боков Подворачивать кусочки ткани Поаккуратненько Скручивать их И заодно Поправляем Вот здесь вот рукава Закручиваем тоже Внутрь все наши Края И ниточкой завязываем Столбушки такие Были распространены Практически по всей Руси Делали их по-своему По-разному в каждой губернии В каждой области И я думаю Что даже каждая хозяйка Как я уже сказала Особо не придерживалась традиции Приносила что-то свое Как правило Куколки делались Из поношенных уже тканей Мама, как правило Делала из своей ткани Для дочки Из папиной ткани Делались куклы Для мальчика Тоже были специальные Такие куклы Ну а мы с вами Тем временем Сделали наши Столбушки Ручки Еще называется Такая куколка Скрутка Потому что Да, вот мы Скручивали эту ткань Оборачивали ее Поэтому вот еще Тоже такое второе название Теперь Нашей куколке Нужно сделать грудь Для этого Берем небольшой кусочек Совсем Синтепона Да, вот можно Его немножко примять Сворачиваем его Прямоугольничком Вот таким И закладываем Внутрь нашего Первого Верхнего треугольничка Да, вот под лицом Затем Вот эти уголки Убираем вовнутрь Чтобы наш синтепон Когда мы его подвяжем Не вывалился С одной стороны И с другой стороны И сзади Наш задний треугольничек Тоже Прижимаем К нашей заготовочке И под грудью Завязываем ниточкой Столбушки делали Разных размеров Та, которая поменьше Могла быть дочкой Та, которая побольше Могла быть мамой И Собственно Могла участвовать В любых играх Опять мы с вами Растягиваем Складочки Наши Чтобы тоже У нас было Все красиво Вытягиваем Немножко ручки В стороны То есть получается Голова, грудь и руки У нас готовы Теперь нужно Одеть Нашу столбушку Для этого Мы берем Кусочек ткани Привязать ткань Да Самую юбку Можно по-разному Можно выворотным способом Для этого Мы с вами Кладем Изнаночной стороной На лицо Куклы Да И Таким образом Чтобы большая часть Нашего Нашего квадрата Была Выше куклы Да Вот вверху Затем Сзади Соединяем Края Вот таким образом Закладываем Складочки Нашей юбки Будущей И просто Завязываем ткани Опять же Стараемся попасть В то место Где мы Завязывали Перед этим То есть под грудью И сзади Делаем Опять несколько узелков Ткань закрепляем Нитку закрепляем Лишние ниточки Все отрезаем Чтобы тоже у нас Ничего не болталось Затем Почему выворотным Теперь мы с вами Выворачиваем И получается у нас Юбка на лицо Юбочка вот у меня Получилась длинновата Это ничего страшного Мы с вами Опять выворачиваем И подтягиваем Просто юбочку До нужной нам длины От этого она будет Только пышнее Мы видим Что она спустилась От пояса Тоже ее потихонечку Поднимаем Аккуратненько все Вот юбочку Выправляем Но получается Очень часто Таким образом Что сзади Вот этот шов Он получается Открытым Вот чтобы он Был у нас закрыт Чтобы одна часть Находила как бы На другую Нужно Немножко подтянуть Вот эти уголки Друг к другу Таким образом Ткань Одна как бы Закроет Прикроет Другую И получится Эффект Такой Цельной Юбочки Все подтягиваем До пояса Вот такая юбочка Втуль у нас Сделали по-другому У нас сделали В накладную Накладку То есть Не выворачивали ткань А просто Накладывали на куколку И привязывали Как у меня сделано Вот у этой столбушки Вот вы видите Что ткань Она не выворот Способом сделана А вот именно Подвернут край Просто наложено И закручено Таким образом Делали на стуле Вот выворотным способом Делали Во многих Других губерниях России Итак Юбочка у нас готова Теперь нам нужно Таким же выворотным способом Раз мы начали Выворотным способом Сделать фарточек Точно так же Так как у меня ткань Без ярко выраженной Лицевой стороны Или изнаночной Да Даже вот это Мне кажется Все таки поярче То в общем Выбираем Лицевую сторону Опять накладываем Куколки на лицо Вверх Большей частью Да Вот вверх Нашего фарточка Закладываем Небольшие складочки И опять завязываем На том же месте Можно даже завязать Под фартуком Потому что Его все равно Не будет видно Вот таким образом Вот таким образом Опять вывернули Вот у нас получилась Куколка Собственно В фарточке Вот таким образом Теперь нам нужно Завязать на голову Ленту Лента символизирует Женский головной убор Повойник Под этот убор Были разные головные уборы Да Вот в том числе Повойник Волосник Под который прятались Все волосы женщины В волосах женщины Считано Что заключается Вся сила Поэтому после замужества Женщины не разрешали Ходить с открытой головой С открытыми волосами Как правило Повойник был Красных тонов Но так как у нас Кукла игровая Да Можно сделать Какие-то более яркие цвета И вот я решила Выбрать зеленую Ленточку Которая будет выглядывать Из-под нашего платочка И символизировать Повойник Так вот Лента у меня получилась Достаточно широкая Можно ее немножко Даже свернуть Или еще можно сделать Чуть повыше Завязать Тогда и форма С самого платочка Она будет Тоже Такая высокая Например Вот таким Так как лента Отластная То нужно Тоже делать Несколько узелков Иначе она соскочит Лишнее Можно убрать Чтобы Не топорщился Нарея платочек И повязываем платочек Так как кукла Игровая Платок можно повязать Разными способами Можно повязать Как носили девушки Несмотря на то Что мы повойник Ей надели Подвязать Вот так вот Под подбородком Можно повязать Так как носили Уже Замужние женщины И женщины в возрасте Как говорят дети Обычно на мастер-классах Как бабушки носят То есть Вот таким образом Подвернуть Под подбородком Перекрестить И завязать Сзади Но мне очень нравится Способ Который мы редко Используем На наших мастер-классах Да это Я бы сказала Наверное Такой горожанке Когда мы Не завязываем Сами концы Платочка А аккуратненько Их выравниваем Вперед Сзади Тоже вот этот Треугольничек Опускаем Пытаемся сделать Такие вот тоже Красивые складочки И просто Фиксируем Вот этот платочек На уровне шеи Ниточкой И завязываем Вот такой платочек У нас получился Теперь нам надо Выровнять Тоже все наши Складочки Все вытянуть Да вот Получился Даже как Такой небольшой Кокошничек Выглядывает У нас В виде этой ленты Можно дать Куколке Если есть Какой-то маленький Горшочек В ручке Держать Можно ребеночка Можно что-то еще Какую-то веточку Палочку Например Дать Вот таким образом Наша столбушка Практически готова То есть все Что нужно Это квадрат Белой ткани Квадрат Цветной ткани Прямоугольник Для фартука Лента Для повойника И треугольник Для нашего Платка На этом наш мастер-класс Докончен Спасибо вам большое за внимание